Дорогие друзья, это видео посвящено жизни и творчеству Маргариты Тереховой, советской и российской актрисе, режиссеру театра и кино, народной артистке Российской Федерации. Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в городе Туринск Свердловской области в семье актера областного драмтеатра, мать тоже была актрисой. Позже семья Тереховых переехала в Узбекистан. Маргарита окончила школу с золотой медалью. Была капитаном юношеской сборной Узбекской СССР по баскетболу. С 1959 года в течение двух лет училась на физико-математическом факультете в Ташкентском университете. Затем, оставив университет, уехала в Москву, где поступила на учебу в школу студию Юрия Завадского при театре имени Моссовета. После ее окончания в 1964 году стала актрисой театра имени Моссовета, на сцене которого проработала много лет, сыграв немало интересных ролей, среди которых Клеопатра в спектакле «Цезарь и Клеопатра», Мари в спектакле «Глазами клоуна», Сони в спектакле «Преступление и наказание», Елизавета в «Царской охоте». В 1965 году состоялся дебют Тереховой в кино, она сыграла роль Тани в картине «Здравствуй, это я». Известность актрисе принесли роли в кинодраме «Бегущая по волнам», Наташа Шипиловой в «Белорусском вокзале», Марии и Наталье в «Зеркале» Андрея Тарковского. Особую популярность Маргарита Терехова приобрела в конце 1970-х годов, после выхода на экраны музыкальных телефильмов «Собака на сене» Де Ортаньян и «Три мушкетера» и «Благочестивая Марта». В «Собаке на сене» и «Благочестивой Марте» за Терехову вокальные партии исполняли профессиональные певицы, а в картине «Де Ортаньян и три мушкетера» она самостоятельно исполнила вокальный номер в сцене, где «Миледи» провоцирует Фельтона на убийство Бекингема. Вскоре фильмография артистки пополнилась работами в киноленте «Дневной поезд», где она сыграла в паре с Валентином Гафтом, мелодраме «Кто поедет в Трусковец», в которой партнером актрисы стал Александр Кайдановский. В 80-е с участием звезды экрана вышли кинофильмы «Все могло быть иначе, давай поженимся». Русь изначальная, но былого ажиотажа у публики они не вызывали. Позднее актриса появилась в комедии «Оно», высмеивающей бюрократию, и в военной драме «Отче наш». Терехова была звездой советского кино, сражала поклонников тонкой актерской игрой и яркими рыжими волосами. После распада СССР Терехова появилась на экранах всего четыре раза. В 2012 году на 10-м Московском фестивале отечественного кино Московская премьера в киноцентре на Красной Пресне прошли торжества в честь 70-летия Маргариты Тереховой. Президент кинофестиваля Алексей Баталов и сестра режиссера Андрея Тарковского Марина вручили актрисе на все времена диплом и почетный приз за вклад в кинематограф. Маргарита Терехова трижды была замужем. От первого брака с заслуженным артистом России Вячеславом Бутенко «Нет детей», со вторым мужем болгарским актером Саввой Хашимовым Маргарита познакомилась на съемках «Бегущий по волнам». Савва был женат, но ради Тереховой развелся с супругой и переехал в Москву. Пара жила в общежитии, молодые люди были счастливы, они полностью отдавали себя творчеству, не обращая внимания на неустроенный быт. В этом браке родилась дочь Анна Терехова, актриса. Брак актеров просуществовал два года, а потом пара рассталась. Причина разрыва банальна, он не смог жить в Москве, а она не захотела уезжать в Болгарию. Третий брак актрисы с режиссером Георгием Гавриловым продлился 15 лет, но отношения закончились в 1995 году. Мужчина участвовал в воспитании подросшей дочери Маргариты и ее сына. Александр Терехов, актер, фотограф, художник, окончил в ГИК. С середины 2000-х годов творческая активность Маргариты Тереховой снижается, виной всему стало прогрессирование болезни. Маргарите Тереховой присвоено почетное звание «Заслуженная артистка РСФСР за заслуги в области советского киноискусства». Почетное звание «Народная артистка Российской Федерации за большие заслуги в области искусства». Награждена Орденом почета за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Гран-при Международного кинофестиваля авторских фильмов в Сан-Ремо-Италии, приз Международного кинофестиваля северных стран в Руане-Франции, приз Международного кинофестиваля в Брюге-Бельгии за фильм «Только для сумасшедших». Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание к моим видеороликам. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.